Пятеро наших военных сегодня погибли в Сирии. Вертолет Ми-8 был сбит с земли, он возвращался на базу после того, как доставил гуманитарную помощь в Алеппо. Груз предназначался мирным жителям, которые сейчас спасаются от террористов через коридоры, организованные сирийскими властями совместно с российскими военнослужащими. Видео с места и подробности трагедии у Дмитрия Кочеткова. Первые кадры после атаки сирийская провинция Длиб. Дымящиеся обломки вертолета разбросаны по пустыне в нескольких метрах друг от друга. Боевики фотографируют на мобильные телефоны. Позже эти фотографии появятся в соцсетях. На них обгоревшие документы, в том числе автомобильные права и православная икона. А на этом рукописном листке молитвы Архангелу Михаилу для защиты в пути. По официальным данным Минобороны, военно-транспортный вертолет Ми-8 возвращался после выполнения гуманитарной миссии по доставке продовольствия и медикаментов жителям города Алеппо. На борту были пять человек, три члена экипажа и два офицера Центра по примирению враждующих сторон. Информацию о сбитом вертолете подтвердили в так называемой Национальной коалиции оппозиционных революционных сил Сирии. Но пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за гибель наших военных. По имеющейся у нас информации, вертолет был сбит с земли над районом, находящимся под контролем вооруженных формирований террористической группировки Джабхат Ан-Нусра и примкнувшим к ним отрядом так называемой умеренной оппозиции. Кстати, недавно запрещенная в России группировка Джабхат Ан-Нусра заявила о том, что меняет название на Джабхат Фатах Аш-Шам и разрывает связи с Аль-Каидой. В Москве тогда назвали все попытки террористов изменить свои имя счетными. В Минобороны назвали случившийся сегодня терактом. Уже известно, что пилоты вертолета Ми-8 пытались направить подбитую машину в сторону от населенных пунктов. Разбился наш вертолет, который был сбит с земли. Это вертолет, который осуществлял гуманитарную миссию. Те, кто были в вертолете, по информации поступившей из Министерства обороны, погибли. Погибли героически, потому что пытались увезти машину с тем, чтобы минимизировать жертвы на земле. В Кремле глубоко соболезнуют всем близким наших погибших военнослужащих. Мишенью боевиков стал Ми-8, один из самых распространенных в мире вертолетов. Начал выпускаться еще в 60-х годах прошлого века. В военном исполнении оборудован пулеметом в носовой части кабины, способен нести неуправляемые ракеты и бомбы. Экипаж три человека перевозит до четырех тонн груза. В случае отказа одного из двух двигателей способен продолжить полет. Сбитая сегодня над провинцией Эдлиб машина успела доставить в Алеппо гуманитарную помощь. Она сейчас очень нужна жителям города, бегущим от войны. На сегодняшний день из восточных районов Алеппо в пункты гуманитарной помощи вышло 324 мирных жителей. Включая 76 детей, 82 боевика сложили оружие и проходят процедуру амнистирования. В настоящее время с рядом формирование из состава так называемой умеренной оппозиции сирийским командованием установлен контакт и ведутся переговоры о прекращении сопротивления. Накануне пятитысячная группировка боевиков под руководством Джабхата Ан-Нусры попыталась перейти в наступление юго-западнее Алеппо. Перед атакой смертники подорвали 4 БМП на позициях правительственных войск. Но армии Сирии при поддержке БКС России удалось остановить террористов. В ходе боевых действий уничтожено свыше 800 боевиков, 14 танков, 10 БМП, более 60 автомобилей с установленным вооружением. Вместе с тем значительные потери не останавливают лидеров боевиков. Они продолжают подтягивать резервы с других направлений, запугывать бойцов правительственных войск, препятствуют выходу местного населения из зоны боевых действий, а также используют его в качестве живого щита. Как заявляет Минобороны, российская боевая авиация, оказывая поддержку сирийской армии, не наносит удары пожилым кварталам Алеппо. В отличие от антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, целями становится только позиция террористов.